друзья у нас начинается стройка приехали ребята будут заливать фундамент сейчас ездили в магазин заказали все пиломатериалы расходные материалы сейчас вот открыты ворота ожидаем доставку а тем временем будем прощаться с этой яблоней потому что потому что она мешает вот уже приготовили две пилы сейчас придется ее спиливать тебя сидит перепад это водяным уровнем до этого мере вот большой там 50 метров метр 10 метров 8 перепад ну перепад 58 сантиметров такая хитрая система на сама воду набирает да не сама но в ней вода была так сама набрала самый простой уровень самый точный кстати я лопату просто беру ну я лопату и сдвинул двигал ну пол сантиметра разница 58 получилось до яблоню вернее половину яблони но а а Продолжение следует... Вот и все. От яблоньки даже и пенька не осталось. Была яблоня, но нету. Очень жалко. Приехал пиломатериал. Ребята разгружают. Шустрые ребята работают. Думаю, быстро отсюда пошли. На меня надо. Вот, оказывается, как надо быстро и правильно струить путовку. Выкладывать все доски, крепить их, а потом лишнее отпилить. Саморезы говорят хорошие. Черные? Да, он говорит, на базе. Саморезы говорят хорошие. Тухые они. А что-то я слышала, что черные лучше ломаются, чем светлые. Светлые стоят дороже на порядок. Так вы так к вечеру домик себе и построите. Ну вот, и торцовочная пила не нужна. Вот это, да, место. Вот это. Общирая пиломатериалов. Не нужна такая пиломатchmalяка. Так. Так. Прошло буквально 10 минут И уже почти стоит стена Мешает, да, труха, там? Я потом так, видишь Влезет, да? Еще мешают комары Домик почти готов Осталось только крышу Нет, готов Крышка только начата Домик еще не готов Ну, вон там стремяночка у вас есть, да, по-моему? Где-то я видел Здесь запах Топили вот здесь уже, да? А, вот так Давай А пока ребята почти завершили строительство своей бытовки Я за это время успела только Сделать вот такую опору Для гороха Нарезать, воткнуть ее И перевязать дичок Здесь повыше для бобов Даже не прополола Два дня шли дожди И все грядки снова заросли Сорняками Но вечером комары не дают ничего делать Это просто ужас Комары, мошка Заели Глаза лезут в уши Невозможно работать Поэтому вечером я заканчиваю рано Открыла огурчики Сняла наконец-то пленку Вот они уже, смотрите, большенькие такие Вот пусть растут Вот этот маленький огурчик По-моему, он прижился Это тот, который я сломала и заткнула Смотрите-ка, зеленый листочек Думаю, будет новый кустик Огурцы растут неравномерно В зависимости от сорта Вот парижский корнишон Посмотрите, почти все маленькие кустики Огурец кустовой высокий Так, и язниковские тоже высокие огурчики После дождей все растет Салат, укроп Все, зелень хорошо растет Сейчас полью Полью огурцы И полью помидоры И все На сегодня я закончила Домик для строителей почти готов Дверь на месте Стены Осталось сделать обрешетку на крышу И покрыть ее рубероидом А время еще, наверное, 7 часов нет вечера Быстро, ребята, построили Еще надо упомянуть Что работа усложняет деревья вот эти вокруг Это называется сад Ну вот, время 8 вечера Бытовка готова Полностью дверь на месте Крыша покрыта Рубероидом Все ребята доделывают Осталось сделать кровати Столик И электричество провести И все Живи, не хочу Это пришлось купить фанеру Потому что USB практически пропало Никто не хочет закупать Оно подорожало сильно До двух тысяч, да? Да Двух тысячи лист Двух тысячи, да Пришлось взять фанеру Потому что нам надо было срочно Искать было некогда уже Вот этот лист USB у нас Оставался с нашего сарая А фанеру мы докупили Но вполне уютно Маленький сарайчик У нас еще один будет Посмотри на этих любопытных котов Он один Два дурачка Смотри, что делают Вот им любопытно Когда я ухожу Сидят у двери Чудики А на сегодня все Надеюсь, вам понравилось Всем добра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok